Всем привет, вы на канале Diffy, это 6 выпуск Diffy News. В этом выпуске мы поговорим о новом автомобиле, который совсем скоро появится в игре, так что с вас авансом лайк, подписочка на канал, также ссылка на мои соцсети есть в описании под роликом. Но я предлагаю не тянуть и переходить к теме ролика. Совсем недавно в игре проходило голосование на добавление автомобиля в Ай-класс. Сначала вы могли просто предложить свои варианты, свои автомобили, которые вы хотели бы видеть в этом классе. После чего модерация выбрала 10 самых залайканных постов, ну то есть 10 самых залайканных автомобилей и создала небольшой опросик. Кстати, я как и думал, так и произошло. Получается, мы с вами голосовали за порядок добавления автомобилей и сейчас мы уже определились, так сказать, с Ай-классом, так как голосование уже завершено. Вот все варианты, которые были нам предложены, это 10 отобранных автомобилей. И среди этих автомобилей можно было заметить автомобили под названием Ford Fiesta STI RX, Ford Fiesta VRX 2017 года, Ford Focus RS MK3 2016-2018 года генерации. Также предлагали Ferrari 280, GTO и Ford RS 200 предлагали. Да, Ford предлагали очень много, но в голосование попало всего лишь около 3 штук, если я не ошибаюсь. На этом наши позиции не останавливаться. Предлагали Mitsubishi Lancer VRX, также предлагали Nissan Silvia 240 RS, ну и Toyota Celisio тоже предлагали. И честно, много автомобилей хотелось бы увидеть в игре, так как и рынок была прикольной, и ланча. Короче, вот реально в Ай-класс я бы хотел бы видеть практически каждый второй автомобиль из предложенных. Но выбрали один. Один автомобиль выбрали, и дам такую небольшую подсказочку, спойлер, это Ford. В комментах вы можете угадать, какой Ford добавили, но я думаю, по превьюшке и так было понятно. Кстати, победителя сразу не выбрали, устраивали дополнительное голосование, но после чего, вот уже остаточно стало ясно, что в игре появится Ford Focus RS Mark III 2006-2018 года. Как расшифровывается это название, и сейчас в целом поговорим про данный Ford Focus. Ну, начнем с того, что Ford Focus RS RS это спортивная приставочка, MK III это третья генерация, а это год, с которого выпускался и по которой выпускался автомобиль в данной модификации. Честно сказать, рад я видеть этот автомобиль, не рад, ну, само собой рад. Я подыскал уже характеристики и нашел что-то среднее, и теперь вы можете заценить, как автомобиль в целом внешне будет плюс-минус выглядеть в игре, ну, а также плюс-минус его характеристики тоже можно будет сравнивать с теми, что будет в игре. Начнем с того, что объем двигателя у этой малышки 2,3 литра, это не много и не мало. Есть комплектации похуже и побогаче, но нас интересует комплектация RS, а в комплектации RS именно такие характеристики. 234 лошадиных сил на тонну, лошадиных сил двигателя 350, привод полный, также масса автомобиля тона 560 кг. Максимальные обороты варьируются от 6 до 8 тысяч, 8 тысяч это предел. Коэффициент лобового сопротивления или аэродинамические сопротивления 0,34. Их характеристики, как для i-класса, вообще отличны. Но у вас возникает, скорее всего, вопрос, а сможет ли данный автомобиль скинуть нынешний топ i-класса или же нет? Напомню, нынешний топ i-класса это Subaru WRX STI 2008 года. Автомобиль тоже переднеприводный, так что тачки плюс-минус равны. 219 лошадиных сил на тонну, это чуть-чуть меньше, нежели у Ford. 288 лошадок, если я не ошибаюсь, это мощность двигателя. Объем движка больше всего лишь на 0,2, это я сейчас про Subaru, если что. Ну и в целом масса автомобиля чуть-чуть меньше, но лобовое сопротивление чуть больше. И что это значит? Какой итог можно подвести? Я бы сказал, что, скорее всего, вот с вероятностью 80% новым топом станет вот этот вот Ford Focus. Да, характеристики у них там сильно не отличаются, но все-таки коэффициент лобового сопротивления. Лошадиные силы сильно влияют на все, и мне кажется, что да, если даже объем чуть-чуть меньше, и, возможно, будет чуть меньше обороты там на 1000, и по весу автомобиль будет на 30 кг больше, это как бы сильно не повлияет, и он все-таки сможет объехать Subaru. Ну или же эти два автомобиля будут стоять в топе A-класса, честно, пока что не увидим, не могу сказать. То есть надо прожить этот момент, чтобы уже знать точно, наверняка. Так что ждем данный автомобиль в игре. Также, совсем скоро, скорее всего, будет проходить голосование на добавление автомобилей в M-класс, D-класс, C-класс. Просто не теряйте возможность, предлагайте свои тачки, которые вы хотите увидеть в тех классах, голосуйте за понравившиеся вам варианты. Ну и будем таким образом пополнять разнообразие автомобилей, автопарков в УГЭ, так что все в ваших руках. Надеюсь, ролик вы оценили лайком, подписались на мой канал, так я стараюсь. То есть, думаю, вот уже совсем скоро смогу опять вбиться в график, в ритм. Ну а пока что рекомендую посмотреть мои вышедшие ролики, они довольно интересные. Также, все, кто хотят поддержать канал Монетка, вы можете стать спонсором по ссылке в описании. Ну и еще раз, всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Дифи, всем пока-пока.